Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава второй Маковейской книги. Читаем перевод под руководством Нины Брагинской для библейского портала «Экзегет». Вторая Маковейская книга похожа на первую и не похожа одновременно. Она излагает примерно те же события, но с другой точки зрения, прежде всего ритуальной. И вот первая глава, собственно, приводятся там некоторые документы, воспоминания, в частности, о том, как был восстановлен храм после Вавилонского плена. А в связи с чем это вспоминается? Ведь события совсем другие в Маковейской книгах описаны. В них описано восстание против селевкидов, которое было в Аудее в середине II века до н.э., намного позже, и, в частности, восстановление богослужения в храме после его осквернения при язычниках. И это ведь очень похоже на восстановление, собственно говоря, храма как такового после возвращения из Вавилонского плена. Вот эта параллель здесь и проводится во второй главе. Есть в записях о том, что пророк Иеремии приказал переселяемым Маудеям взять огня, как было сказано, и о том, как пророк, дав переселяемым закон, заповедовал им не забывать повеление Господа, и, глядя на золотые и серебряные изваяния, на их украшения не заблуждаться в своих помыслах. Говоря и другие подобные речи, он призвал не дать закону, покинуть их сердце. Зачем здесь это? Тем более там история про огонь, здесь она только упомянута в конце первой главы, она рассказана подробно, что когда возобновляли в отстроенном храме богослужения, то взяли огонь бывший еще времена первого храма. Откуда его взяли? А вот где-то его спрятали там в безводном колодце, а потом оттуда зачерпнули густую жидкость, она загорелась. Ну, нефть, очевидным образом. Получается, что нельзя просто взять и зажечь огонь, что нельзя просто взять и возобновить богослужение. Это должно быть продолжением. И вот здесь в какой-то момент произошел перерыв. В какой-то момент не просто огонь потух, там жертвы прекратились, а в какой-то момент перестали закон исполнять. Как же это получилось? Вот об этом будет вся последующая книга. И о том, как это было преодолено тоже. В этой записи было также сказано, что пророк, которому было откровение свыше, повел скинье и ковчегу следовать за ним, когда отправился он к горе, взойдя на который, озирал на Иси землю, полученную его дел от Бога. Придя туда, Иеремий нашел пещерную обитель, нес туда скинье и ковчег, и жертвенник для благовония, и завалил вход. Когда некоторые из его спутников приблизились, чтобы пометить путь к пещере, они не смогли отыскать. Узнав об этом, Иеремий упрекнул их и сказал, «Это место останется неизвестным, пока Бог не соберет собрание народа и не умилосердится. Тогда снова явится это Господь и узрит славу Господа и облако, которое велось при Моисее и при молитве Соломона, чтобы освященное место было освящено особо». У Иеремии действительно, пророка Иеремии есть видение о храме, но он не так уж много внимания обращает на вот эти священные предметы. А для автора Второй Маковейской книги крайне важно, что преемственность во всем, что на время сокрыто от Израиля все то, что должно быть в храме, но оно откроется. Говорилось о том, как он, получив мудрость, принес жертву за освящение и завершение храма. Как Моисей молился Господу и сошел огонь с неба и поглотил жертву, так и Соломон молился, огонь, сойдя вниз, уничтожил жертву всесожжения. И сказал Моисей, поскольку жертва за грех не съедается, она пожрана огнем. Точно так же и Соломон праздновал в течение восьми дней». Ну вот описание разных исторических прецедентов, когда чудесным образом совершалось это жертвоприношение. О том же самом рассказывалось, кроме того, в записях и памятных книгах Неемия, того самого Неемия, с которым связано восстановление храма после Вавилонского плена, а равное о том, как он, составляя библиотеку, собрал книги о царях и пророках, как и книги Давида и письма царей о посвятительных дарах. Подобным образом Иуда собрал все то, что растерялось из-за бывшей у нас войны, и все это у нас есть. Поэтому, если вы нуждаетесь в книгах, отправьте за ними посыльных. Смотреть имеется в виду, конечно, исторические книги Ветхого Завета одновременно и, может быть, что-то еще, о чем мы точно не знаем. И вот к кому они обращаются, а в самом начале первой главы мы читали, что это иудеи палестинские и иерусалимские обращаются к египетским, то есть как такой духовный центр, они обращаются к египетским евреям, говоря, все это у нас есть, обо всем об этом можно рассказать. А все, с чем они это пишут? «Мы написали вам, собираясь праздновать очищение. Хорошо сделаете и вы, если будете праздновать эти дни. Бог, спасший весь свой народ и возвративший всем наследие, царство, священство и святилище, как обещано в законе, ведь мы уповаем на Бога, скоро помилует нас и соберет отовсюду под небом святое место, поскольку Он избавил нас от великих бедствий и место очистил». Очищение, имеется в виду очищение храма при Маковейском восстании. Вот они отмечают либо годовщину этого события, праздник Хануки, который до сих пор иудеями отмечается, либо само событие, либо вот они собираются осветить храм и заодно пишут иудеям в Египте. Но сначала надо объяснить, как это все получилось. Вот чем дальнейшая книга и занимается. И вот о том, что было при Иуде Маковее и его братьях, об очищении величайшего храма и освящении жертвенника, а также о войнах против Антиоха и Епифана, его сына Евпатора, о явлениях с неба, произошедших ради тех, кто искал чести в подвигах во славу иудейства. Числом уступая врагам, они гнали их по всей стране и обращали в бегство орды варваров. И храм, о коем молва гремит по всей обитаемой земле, они восстановили, освободили город из окона, готовый рухнуть, отстроили сызного, поскольку Господь с великой добротой ему насердился над ними. Обо всем, что Исон Искерена изложил в пяти книгах, мы попытаемся кратко рассказать в одном томе. То есть, смотрите, у нас есть какая-то книга Исона Искерена, была у них, а у нас нету. И это, собственно, краткая выжимка. Причем еще с таким длинным предисловием. Действительно, видя море словеса, осознаваясь, что тем, кто пожелает вникнуть под оплеку исторических повествований, будет докучать обилие сведений, мы постарались дать любящим чтение занимательность, тем, кто стремится запомнить, удобозримость, и всем читателям пользу. Но для нас, взявших на себя тяжкий труд сокращенного изложения, это дело нелегкое, стоившее потой бессонных ночей. Также нелегко бывает тому, кто готовит пир и хочет угодить другим. И все же ради пользы многих мы охотно беремся за этот тяжкий труд, полагаясь на то, что сочинитель точен во всех подробностях, беря на себя прилежное следование правилам сокращенного изложения. Удивительно редкое явление предисловия составителя, предисловия редактора. Он говорит, вот, Ясон из Кирена составил полный текст, а мы делаем краткую выжимку, надеясь, что Ясон абсолютно точно все изложил. Ну, и нам это трудно, мы заранее просим прощения, не все, может быть, получилось хорошо. Ибо как строителю нового дома нужно заботиться обо всем строении в целом, а у того, кто берется за роспись восковыми красками, забота лишь о потребном для украшения. Не так, я думаю, в нашем случае. То есть мы не берем на себя ответственность за строительство дома, мы расписываем красками. Мы не знаем точно, прав или не прав Ясон, надеемся, что прав в своем изложении, мы всего лишь делаем резюме, реферируем его труд. Входить во все, обсуждать всесторонне и придирчиво, вникать в каждую мелочь, подобает первоначальному повествователю истории. Тому же, кто пересказывает, пусть будет позволено добиваться лишь краткости выражения и не заниматься подробным изложением событий. Поэтому начнем теперь повествование, ограничившись сказанным, ведь глупо саму историю излагать сокращенно, а предисловие к истории растягивать. Заодно такое маленькое замечание, хватит этих предисловий, и, наконец, перейдем к самой истории. Но эта история начнется уже в третьей главе о том, почему, собственно, святилище оказывалось заброшенным, запустение, и почему потребовалось его отвоевывать и потом заново освящать.